Еще недавно закрытый военный городок, а ныне самый большой по численности населения, микрорайон города Щелково. Чкаловский или по документам Щелково-3. Но все, кто там живет, по привычке называют себя жителями поселка. Ситуацию разъяснил депутат МОСУ Булдумы Владимир Шапкин. Есть два федеральных закона. Закон о административном устройстве и закон о организации органов местного сануправления. По местному сануправлению городское поселение Щелково, микрорайон Щелково-3. По административному называйте поселок Чкаловский, не ошибетесь, потому что в административной карте он существует. Это уже не первая встреча с жителями микрорайона. Так на практике реализуется один из принципов стратегии губернатора Московской области – открытый диалог власти с гражданами. Мы понимаем, что нашими встречами с вами, нашими взаимоотношениями с вами мы выстраиваем систему структурирования контроля за всеми процессами, которые происходят не только в гражданском обществе, но и в том месте, где вы проживаете. Мы выслушиваем вас, уважаемые жители, и обязательно, услышав, пытаемся решить, решаем или ставим в план решения те вопросы, которые вас волнуют. Вопросы благоустройства, пожалуй, стоят на первом месте. Жители вспомнили состояние внутридворовых проездов возле домов номер 2 и 4 по улице Жуковского, где не каждая машина сможет проехать, а после дождя долго не уходит вода. Говорили и о парковке у соседнего дома. У нас Жуковского 6 домов. Стоянки с обоих сторон стоят ракушки. С обоих поставить неделю по кустам. На 40 машин сделали сейчас, укатали стоянку. Неужели там нельзя убрать эти ракушки? Алексей Валов сказал, что в нынешнем году в районе планируется убрать 430 ракушек, и уже есть подрядчик, который этим займется. На свои проблемы пожаловались и жители поселка Солнцево, который примыкает к Чикаловскому и уже 10 лет является частью города Щелково. Это отсутствие канализации и водоотведения, но главное – состояние дорог, которые там даже не заасфальтированы. Дороги однозначно, там невозможно ни пройти, ни проехать. Только в сапогах по колено. У нас большое количество, порядка 40% дорог ненормативных, грунтовых в районе. Касаются они в основном все и тоже частного сектора. В этом году где-то порядка процентов 5 мы сделаем, не больше, потому что если мы будем делать больше, мы потеряем тогда основные дороги, которые вы видите ремонтируются. Зашла речь и о строительстве пристройки к школе номер 11, где почти 300 человек учатся во вторую смену. Скажите нам, пожалуйста, есть ли конкретные сроки, когда начнется строительство пристройки? Наш инвестор немножко забуксовал, в течение уже года буксует, средств не перечисляет. Как только он первый из детства переведет, соответственно, выйдем на площадку. Примем все возможное, что в течение двух лет эта школа была построена. Но, конечно, самой больной темой стала работа Мособл ЕРЦ, который присылает некорректные квитанции по оплате коммунальных услуг. Зачем нас вы взяли в город Щелково? Для того только, чтобы мы платили большие деньги, причем оплата у нас идет, квартирная, в гектарах. До каких пор будут сбои? Ответьте, пожалуйста. Очень большая просьба упорядочить графы, чтобы мы могли почитать. Я имею высшее образование, далеко не дура. И не могу разобраться, за что я плачу. Я еще раз прошу вас потерпеть, подождать. Мособл ЕРЦ должен выровнять работу. Не выровнять, перейдем на свое собственное обеспечение функционное и сбор коммунальных платежей. В этом году на благоустройство бывших военных городков в Подмосковье по программе губернатора выделено более 3,5 миллиардов рублей. Из них полмиллиарда дают поселку Монина. Останется что-то и для Щелково-3. А в целом благоустройство Чкаловского планируется завершить через три года. Все эти вопросы, которые мы услышали, они нормальные, рабочие. Самое главное, чтобы с жителями разговаривать прямо, глаза в глаза и отвечать на их вопросы. Давать обещания, которые будут выполнены. Может быть не сегодня, может быть через год, может быть в этом году. Но чтобы жители, через год встретившись, сказали, да, вот в этом вопросе вы нас не обманули. Но у нас есть еще вопросы, это нормально. Я считаю, что данная встреча имеет, скажем, имеет успех. И такие встречи надо проводить как можно чаще. Для того, чтобы и людям объяснять, что происходит в городе. И чтобы они могли доздавать такие вопросы. Потому что не всегда вопросы, которые, ответы, которые пишутся в письмах, они полностью устраивают людей. По градусу настроений, вопросов, сразу видно, где это, будем так говорить, относительно благополучно, а где не совсем благополучно. Я вот так вот мягко сформулировал, что здесь не совсем благополучно. Понятно, проблемная территория, военный городок. Проблемные вопросы состояли в том, чтобы передать имущество, дороги. Наконец-то этот вопрос решен, все передано. И сегодня начинается как раз вопрос благоустройства. Настроение здесь сложное. Сложное настроение, потому что в свое время военные городки содержались очень хорошо. Министерство обороны. Потом прошел такой период, когда их сняли с баланса и уборки. Ну и вот безыходные ситуации передали на баланс муниципальных образований. Поэтому здесь очень много работы. Не просто была принята программа губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву в выделении средств для того, чтобы инфраструктуру военных городков изменить в корне. Поэтому будем работать, изменим и изменить настроение. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо.